Настоящая КВНовская битва развернулась на сцене городского Дома культуры в Славянске-на-Кубани. Так начался зональный этап фестиваля осмотра школьных команд КВН. Из четырех близлежащих районов, а также из Анапы и Темрюка, приехали в наш город команды школьной лиги КВН. Кто из них оказался остроумнее, узнаете в репортаже моих коллег. Многие участники школьного КВНа вышли на сцену впервые. Но даже это не остановило поток юмора и остроумия, который лился со сцены на протяжении двух часов. Ребята быстро освоились на сцене, а жюри и благодарные зрители взрывным смехом и аплодисментами поддерживали свои любимые команды. Короче, в случае миниатюре борцы на реалити-шоу. Здравствуйте. В эфире телепроект «Нов-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая, Ксения Бородина. Эй, да мы тут все, Ксения Бородина. Слышь, ты, Менцислав, а ну-ка заткнись вообще. И мы все собрались здесь на затылочном. Эй, на лобном месте. И мы голосуем, кто против Лысого. Мы провожаем Лысого к воротам. Это был телепроект «Нов-2». И мы закрываемся. 11 команд в этот день старались показать все свое остроумие и удивить жюри. Как оказалось, для большинства юных КВНщиков победа не самое главное. Важнее приобрести новый опыт, получить удовольствие от выступления на сцене. Нам не очень сложно на сцене стоять. Мы как бы просто получаем удовольствие. Нам говорят, получите куражик. И мы получаем куражик. Главное, что получить удовольствие от своей команды, от себя и от школы в целом, от всех. Конечно, мы надеемся на победу, как, наверное, и все здесь участники. Но приятно было бы победить. Но если нет, то, я думаю, в следующем году мы постараемся более усерднее и будем стараться идти куда-то выше. Команда уже играет не первый год. И для нас как бы не так уж важная победа в этой игре. Главное, чтобы участвовали. Ну, конечно, если бы мы прошли, было бы, конечно, великолепно. Но что ж поделать. Не пройдем, так не пройдем. Ребята настолько вжились в роль остроумных весельчаков, что даже на вопросы нашей съемочной группы после выхода на сцену отвечали с юмором. Ну, расскажите, как вы себя чувствуете после выступления? Ну, мы как цементный раствор. В смысле? Находимся в замешательстве. После двухчасовой КВНовской битвы и продолжительного совещания жюри был вынесен вердикт. Все команды зонального этапа фестиваля показали себя достойно. Но всех превзошли караул Темрюкского района и команда 220 вольт из Анапы. Они и будут защищать честь школьного КВНа на краевом этапе в Краснодаре. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».